Всем привет! В этом видео мы детально рассмотрим экскаватор-погрузчик Volvo BL71B. Поговорим о плюсах и минусах каждого узла и агрегата. Это будет максимально честный и емкий обзор. Итак, погнали! Данный экскаватор-погрузчик 2014 году выпуска. Сборка производилась в Польше. На момент создания видео наработка экскаватора-погрузчика составляла чуть больше 11 тысяч моточасов. Это последняя версия данной машины. Компания Volvo в 2016 году прекратила выпуск этого экскаватора-погрузчика. Почему производство данных машин прекратилось, обсудим в следующих видео. А сейчас начнем по порядку осмотр. Фронтальная стрела-погрузчика очень крепкая. Имеет в своей конструкции два гидроцилиндра подъема стрелы и один цилиндр поворота ковша. Хорошо это или плохо – вопрос риторический. И каждый сам себе может ответить на данный вопрос. Если хорошенько подумать. Но на мой взгляд, плюсы данной конструкции очевидны. Меньше цилиндров и тяг – значит меньше затрат на ремонт, меньше смазочного материала, меньше шлангов и меньше времени на обслуживание. Фронтальный ковш многофункциональный. Так называемый 7 в 1. У Volvo он называется GP. Ширина ковша составляет 2456 мм. Вмещаемый объем 1,1 м3. И это один из самых больших ковшей среди экскаваторов-погрузчиков. При полном ковше с шапкой в него вмещается 1,5 куба песка, например. Грузоподъемность фронтального ковша составляет 3320 кг. А момент отрыва ковша – 55,5 кН. Много это или мало, узнаем совсем скоро. Есть у меня интересная идея. А чтобы не пропустить интересное и полезное видео, поставьте паузу, подпишитесь, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. И поехали смотреть дальше. Фронтальный ковш закреплен на стреле при помощи пальцев. Но имеется возможность установки быстросъема фронтального ковша. И тогда на этот быстросъем можно устанавливать другие ковши и дополнительное оборудование. На данный ковш GP можно устанавливать вилочные захваты. Это доп. опция, при желании можно приобрести и установить. Открывание и закрывание челюсти фронтального ковша осуществляется, как и у всех, при помощи двух гидроцилиндров. Ковш в основании данных гидроцилиндров имеет надежную конструкцию, что нельзя сказать о конструкции самого основания гидроцилиндра. Мы видим, что основание очень узкое. К тому же находится постоянно в воде и грязи. Поэтому довольно быстро изнашивается. Видео по замене данных втулок можно найти на моем канале. Либо пройдя по подсказке. Но при этом все работает отлично. К слову, я вот только еще планирую менять эти втулки. На фронтальной стреле мы видим тягу и механизм выравнивания ковша. Это нужно для того, чтобы при поднятии полного ковша содержимое не сыпалось на трактор. Гидравлика поворачивает ковш, избегая этого. А также имеется концевик для другой немаловажной функции. Возвращение в горизонтальное положение ковша. Эту функцию рассмотрим чуть позже из кабины. Про фронтальную стрелу и ковш особо рассказывать нечего. Это очень надежная и крепкая конструкция, которая абсолютно не доставляет никаких проблем. Точки смазок все расположены таким образом, что проводить шприцевание можно стоя на земле. Никуда не нужно тянуться. Все доступно. К тому же конструкция всех сочленений, что передней стрелы, что задней, рассчитана так, что производить смазку нужно каждые 50 мот.ч. По сравнению, как на большинстве других экскаваторов-погрузчиках, эту операцию нужно производить каждые 10 мот.ч. Это огромный плюс, как для машиниста, так и для владельца техники. Экономия смазочного материала и времени. И пока мы находимся в передней части экскаватора-погрузчика, рассмотрим передний мост. Да, этот мост не идеален. Да, он имеет свои конструктивные особенности. Например, конструкция шкварней. Поворот шкварней осуществляется за счет полусферических втулок. Опять же, есть разновидности этих втулок по годам выпуска. На данном экскаваторе-погрузчике и снизу, и сверху установлены полусферические подшипники. Да, я не оговорился, они тоже называются подшипники. Только не роликовые, не шариковые, а в виде полусфер. По сути, лично я не испытываю каких-либо проблем с данными шкварнями. На 10 тысячах моточасов поменял их на новые и периодически проверяю люфты. Проблемы с ними возникают, когда машинист обезьяна, которую научили только рычаги дергать. Когда шкварня, они смазываются в определенный период и должным образом. Тогда подшипники проворачиваются в посадочном месте, разбивают его и начинаются проблемы. Нужно растачивать, завтуливать и так далее. А выполнять смазку данных шкварней довольно неудобно. Что на Вольво, что на Терексе, верхние пресс-масленки находятся в неудобном месте. Доступ к ним ограничен рамой крыла. Но при определенной сноровке, все это выполняется без проблем. Еще один минус данных мостов в том, что на коротких полуосях за счет попадания песка в местах беговых дорожек сальника образуется выработка. И как итог, сальник начинает пропускать масло. Да, это есть. Такова конструкция, ничего с этим не поделаешь. Еще имеется один миф относительно переднего моста данной машины. Что со временем передний мост начинает щелкать. Так вот, это ошибочное мнение. Дело тут совсем не в мосту. Это износ гидромуфты в коробке. У меня на канале есть видео, где это подробно рассматривается. И приведен вариант действий, чтобы такой неприятности не возникало. Посмотреть данное видео можно пройдя по подсказке, либо со страницы канала. В остальном же с передним мостом нет никаких проблем. При своевременном обслуживании. Рулевые тяги и гидроцилиндр рулевого управления расположены позади моста. А значит надежно защищены при работе. На переднем мосту установлены шины 400 на 70 на 20. Что придает машине хорошую проходимость и большой зацеп на скользком покрытии. А также позволяет уверенно себя чувствовать на рыхлых грунтах. Здесь же мы видим передние крылья. Рама крыла выполнена с огромным запасом прочности. А само крыло из толстого пластика. К слову, эти крылья выдерживают вес человека при регулярном хождении по ним на протяжении всего срока эксплуатации. Проходя дальше, мы видим топливный бак. Вместимость бака 148 литра. Он изготовлен весь из металла толщиной около 5 мм. А снизу еще усилен продольным уголком. Что придает конструкции большую крепкость и надежность. Заливная горловина расположена таким образом, чтобы беспрепятственно можно было осуществлять заправку из канистр любого объема. Даже из 50 литровых. На данной машине горловина большого диаметра. И позволяет это сделать. Но на моделях 2013 года выпуска она была чуть меньше. На поверхности бака расположены ступеньки. Выполненные также из 5 мм стали. Конструктивно они очень крепкие. Удобные и надежные. Но находятся такие кадры, которые умудряются изгибать их. Хотя они не выходят за габариты трактора. Но это уже отдельная тема для разговора. Дальше мы видим правую дверь. Двери в этом экскаваторе погрузчики массивные и крепкие. Имеют газовые доводчики. Ручки данных дверей очень надежные. Проблем с ним не возникает. В данной комплектации не предусмотрены открывающиеся стекла дверей. Но в полной комплектации такая возможность имеется. Фары головного света экскаватора погрузчика Volvo BL71B не отличаются особо ярким светом. И какой-то умной конструкцией. Но есть они и есть. Конечно, хотелось бы, чтобы свет был немного больше. Кстати, в моделях 2015 года выпуска устанавливались уже другие фары. Видимо, конструкторы тоже заметили этот недостаток. В верхней части кабины установлены фонари рабочего освещения. Вот они освещают неплохо. К тому же имеют возможность регулировок по вертикали и горизонтали. Зеркала заднего вида обычные. Также ничем особо не отличаются. Имеют функцию складывания стойки в обе стороны. Что защищает их от повреждений. Дальше мы переходим к задней части экскаватора погрузчика. И тут нас встречают просто огромные колеса. Размер задних колес 480 на 80 на 26. Такие большие колеса дают большое преимущество при выполнении планировочных работ и разработке целины. Фронтальным ковшом. А в сочетании с большим весом трактора в 10 тонн получаем отличную способность толкать горы грунта. Над задним колесом расположено заднее крыло. Задние крылья состоят из трех частей и имеют довольно крепкую конструкцию. Однажды крыло выдержало касательное столкновение с КАМАЗом. Видео об этом случае я обязательно сделаю. Так что оставайтесь в подписках. В верхней части правого крыла расположен салонный фильтр. Он имеет очень интересную конструкцию. Сами фильтрующие элементы спрятаны от прямого попадания пыли. Фильтрующих элементов в салонном фильтре два. Так как поток воздуха микроклимата просто огромный. Это достигается за счет того, что в системе вентиляции данного погрузчика установлено два электродвигателя по две лопасти на каждом. Это я считаю огромным плюсом. Чуть позже из кабины поясню почему. Дальше по ходу трактора мы видим аутриггеры. Они мало чем отличаются от тех, что установлены на других экскадрах-погрузчиках, за исключением некоторых моментов. Стойка аутриггера имеет большое поперечное сечение, что придает экскадр-погрузчику хорошую устойчивость при работе обратно лопатой. Регулировка аутриггеров имеет простое устройство, но при редком регулировании гайки на шпильках прикипают, что доставляет немного хлопот. Видео про регулировку аутриггеров можно посмотреть, пройдя по подсказке либо со страницы канала. Там все подробно описано. Большим плюсом аутриггеров данной машины является наличие резиновых подушек на нижней части лапы. Это критично при работе на асфальтовом и бетонном покрытии, когда нет права оставить какие-либо царапины после себя. С задней стороны стойки аутриггера установлены задние фонари. Данные фонари светодиодные, достаточно яркие и, что немаловажно, надежно защищены. Во-первых, тоннель, в котором они установлены, имеет небольшой размер. Во-вторых, имеется защитная решетка. В совокупности, все это препятствует повреждению фонарей. А благодаря тому, что фонарь не имеет нитей накаливания, не нуждается в периодической замене ламп. Этот вопрос особо остро стоит при работе с гидромолотом, когда за неделю можно две лампочки поменять. Следуя дальше, мы видим, что рельса каретки обратной лопаты имеет крепкую и массивную конструкцию, что говорит о ее надежности и долговечности. И кто бы что ни говорил, омазать данную рельсу нужно, так как без смазки на них образуются глубокие задиры, и перемещение каретки затрудняется. В целом, устройство каретки и стрелы обратной лопаты достойное. Видно, что конструкторы много думали при создании установки. Заложили большой потенциал в нее. Все хорошо. Каретка, стрела, рукоять, телескоп. Придраться не к чему. Но есть момент, где они облажались по полной. Это палец в сочленении двух цилиндров. Стреловой и рукоятный. За счет того, что установлен довольно длинный палец, а нагрузка на него ложится от двух цилиндров, этот палец иногда ломается пополам. Видео на эту тему смотрите по подсказке или со страницы канала. Самое разумное решение данной проблемы – установка оригинального пальца, так как любые аналоги только отсрочат проблему. Так реально в год можно поменять один-два неоригинальных пальца, тогда как оригинал может проходить пару лет. Благо замена производится легко. Видео об этом на канале. По экскаваторной установке встречаются проблемы с ковшевым цилиндром, а также ломается крепление трубки ковшевого цилиндра. В остальном установка не приносит каких-либо проблем. Стрела обратной лопаты имеет загнутую конструкцию, что облегчает работу на глубоких котлованах, а также при работе с высокими самосвалами. Глубина копания составляет 5350 мм. Грузоподъемность 1 тонна. И сила отрыва 56 кН. Стрела обратной лопаты имеет механизм фиксации в транспортном положении гидролюческого типа. Управляется при помощи кнопки на панели приборов. А значит, вечная проблема тросиков здесь не страшна. Осматривая заднюю стрелу, мы видим, что все пресс-масленки расположены максимально удобно для шприцевания. Так же, как и на передней стреле, периодичность смазки 50 мм. На данных машинах установлен быстросъем заднего ковша. Это, конечно, облегчает работу при смене инструмента. Заглянув за стрелу, мы видим... Да ничего мы там не видим, так как гидрораспределитель установлен на обратной стороне перегородки. Сказать, что это неудобное решение, это совсем ничего не сказать. При замене шлангов, особенно верхних, приходится открывать пол кабины и только потом откручивать шланги. Как видно на видео, мне вскоре предстоит данная процедура, так как пару шлангов с приходом холодов надумали подтекать в обжимках. Сам гидрораспределитель здесь установлен итальянский. Очень четкий в работе. Он позволяет ловить ковшом на полном вылете миллиметра. Это, конечно, заслуга не только распределителя. Чуть позже мы с вами рассмотрим этот вопрос. И раз уж мы находимся под трактором, осмотрим, что там интересного. Задний мост установлен усиленной фирмы Carrera. Это достаточно надежный агрегат. Он имеет электро-гидравлическую блокировку дифференциала, что увеличивает и без того хорошую проходимость. Тормоза заднего моста расположены рядом со ступицами колес. Это огромный плюс при замене тормозных дисков, так как эту операцию можно производить без снятия моста. Хотя тормоза на данных машинах изнашиваются очень редко. Благодаря их большому размеру диска. Ручной тормоз, расположенный на хвостовике заднего моста, имеет в своей конструкции тормозной диск и суппорт. Суппортом управляет трос и ручка из кабины. Данная конструкция ручного тормоза имеет свои фишки, которые не позволяют изнашиваться колодкам ручника, а также облегчают процесс натяжения ручного тормоза. О них мы поговорим из кабины чуть позже. Продвигаясь дальше, нас встречает коробка передач. Carrera TLB 2.4WD. Этот агрегат имеет помимо плюсов и большое количество минусов. Основной недостаток этой коробки в гидромуфте переднего моста. У меня на канале есть много информации, с помощью которой можно раз и навсегда распрощаться с данной проблемой, с нулевыми затратами. Но не сказать об этом было бы нечестно с моей стороны. Второй недостаток этой коробки в гремучем рычаге переключения передач. Позже в кабине я покажу способ решения этой проблемы. Больше ничего плохого про эту коробку сказать не могу. Свои функции выполняет, как и все в нашем мире ломается, ремонтируется и работает дальше. Видео по ремонту данной АКПП можно посмотреть, пройдя по подсказке, либо со страницы канала. На задней части коробки передачи установлен гидронасос. Данный гидронасос аксиально-поршневой, с изменяемой подачей. Работает в сочетании с гидравлической системой, с переменной подачи гидрожидкости, с закрытым центром, чувствительной к нагрузке, с системой распределения потоков. Если ничего не поняли, объясняю проще. В отличие от шестеренчатых насосов, данный гидронасос может менять количество прокачиваемой жидкости. А гидросистема, в свою очередь, определяет, когда и куда нужно подавать поток и в каком объеме. Эта система позволяет, во-первых, экономить топливо, во-вторых, обеспечивает экскаватор-погрузчик сильной и быстрой гидравликой. На задней части гидронасоса установлен еще один гидронасос, шестеренчатый. Он имеет маленькие размеры и служит для обеспечения давлением, сервосистему и гидравлику рулевого управления. Чуть правее коробки установлен гидроаккумулятор, необходимый для работы функции стабилизации фронтального кавша при движении. Он сглаживает продольные качения трактора при перемещении по неровной дороге. Перед АКПП мы видим двигатель, а точнее его поддон. О двигателе мы поговорим чуть позже, а сейчас выбираемся из-под трактора и продолжаем обзор. На стреле обратной лопаты имеется дополнительная гидролиния для подключения доп. оборудования, например, гидромолота. Включение дополнительной гидролинии осуществляется путем перевода крана из положения телескопа рукояти в положение гидромолота. Эта операция выполняется вручную при помощи крана, расположенного на стреле. Доплатив какое-то количество денег за доп. опцию, можно осуществлять перевод этого крана из кабины с помощью кнопки. Странное, конечно, решение. Почему бы не сделать это в базе, как у большинства экскадров-погрузчиков? Непонятно. Но конструкторам виднее. Идем дальше. Левый аутриггер идентичен правому, о нем мы уже поговорили. На левом заднем крыле имеется небольшая дверка с замком под ключ. Под ней находится бачок для омывающей жидкости. Емкость бачка чуть больше 5 литров. Плюсов у данного расположения огромное количество. Во-первых, производить наполнение бачка можно не выходя из кабины, что я и делаю. Это особенно важно во время дождя. Во-вторых, если в бачке залита вода, то в зимнее время года она оттаивает за счет близкого расположения к воздуховоду печки кабины. Над задним крылом расположен боковой задний стекло. У него есть возможность открывания на 180 градусов и фиксируется на передней двери. Но лично я не советую это делать на данных машинах, чтобы не пришлось потом тратить деньги и время на покупку и установку нового стекла. Чуть позже из кабины мы еще вернемся к этим стеклам. Заднее стекло просто огромное. Начинается от самой крыши и заканчивается на полу. Имеет немного выпуклую форму для обеспечения жесткости конструкции. Заднее стекло открывается путем складывания под потолок. К ним мы тоже вернемся из кабины. Над задним стеклом расположены 4 фонаря рабочего освещения. Кабина экскаватор-погрузчика вся стальная, в том числе и крыша. Очень крепкая. Имеет конструкцию, называемую ропс. Как это переводится не знаю, но представляет собой крепкий кокон, установленный через резиновые подушки на раму трактора. Сверху на остальную крышу устанавливается еще пластмассовая крыша. Под козырьком пластмассовой крыши имеется две розетки для подключения проблескового маячика. Одна розетка расположена в задней правой части, другая около переднего левого зеркала. Продвигаясь дальше, мы видим большой сундук. Это ящик, в котором установлены аккумуляторные батареи, а также имеется место для хранения инструмента. Не сказать, что места в этом ящике много, но для основного инструмента достаточно. А нашему брату, если он, конечно, не ездун, любого ящика будет мало. Дверца ящика открывается вверх, имеет газовую стойку для фиксации, а также имеет два варианта запирания на внутренний замок и на навесной замок. По периметру ящик уплотняется резинкой, чтобы грязь из-под колес не летела в него. На дверке ящика, по аналогии с правой стороной, имеются ступеньки, на которые свободно умещаются две ноги. Петли дверки ящика рано или поздно ломаются. Это обусловлено недостатком смазки и постоянными нагрузками. Но если один раз качественно отремонтировать петли, то можно об этой проблеме забыть навсегда. Снаружи ящика находится рукоятка подключения массы. Это очень удобно и практично. При выходе после рабочего дня стоит всего лишь повернуть рукоять и тем самым обесточить всю электропроводку. При необходимости рукоять можно снять. Внутри ящика имеется розетка на 220 вольт для запитывания подогревателя двигателя. Над аккумуляторами установлен преобразователь напряжения. Его, разумеется, нет в комплектации. Его я устанавливал сам. Да, конечно, экскаватор-погрузчик у меня получился на видео грязный. Но что поделать, погода меняется на дорогах и объектах грязь. На левой стороне стрелы фронтального ковша имеется страховочный механизм для фиксации стрелы при ремонте и обслуживании. А также рядом с ним мы видим схему, где указаны места смазок, объемы и периодичность. Очень удобно, так как не нужно искать в книгах информацию, она всегда под рукой. Дальше давайте, наверное, сначала заглянем под капот, а уже потом в кабину. Капот у этого экскаватора-погрузчика можно открыть при любом положении фронтальной стрелы. Для этого нужно только нажать на кнопку с левой стороны и, как на всех авто, поднять страховочную защелку. Капот, как и все в этом тракторе, закрывается на ключ. Один и тот же ключ. Воздушный фильтр, крышка топливного бака, крышка бачка омывающей жидкости, дверца, ящик, капот и все в салоне одним ключом. По бокам решетки радиатора имеются две резиновые подушки, защищающие погрузчик от повреждений при столкновении с какой-либо преградой. Открывая капот, нам представляется возможность доступа к любой части двигателя. Крышка капота фиксируется при помощи двух газовых стоек по бокам, а шумоизоляция, нанесенная на крышку капота, просто выше всяких похвалок. К тому же имеется трубчатая рама капота, придающая ему жесткость. А двигатель у нас Volvo D5D, турбированный, четырехцилиндровый, с четырьмя топливными насосами и форсунками на каждый цилиндр. Максимальная мощность двигателя составляет 75 кВт или 101 л.с. А максимальный крутящий момент 420 Нм. Рабочий объем цилиндров 4,8 литра. Кто-то утверждает, что этот двигатель немецкой компании Deutz. Ну а официальной информации такой я не видел. Да и как-то пофиг, чей он. Главное, что двигатель надежный, экономичный, в обслуживании удобный, а мощности достаточно для уверенной работы машины. С левой стороны двигателя расположены два измерительных щупа. Уровень масла в двигателе и уровень масла в коробке передач. Позади двигателя расположен бак с гидравлической жидкостью. Бак имеет указатель уровня, а заливная горловина находится сверху, рядом с выхлопной трубой. Имеются, конечно, определенные неудобства при заливании масла, так как приходится поднимать канистру довольно высоко. Но при нормальной работе экскаватора-погрузчика эту операцию нужно выполнять раз в тысячу моточасов при выполнении ТО. А при наличии определенных навыков и оригинальных канистр это вообще не является проблемой. Над гидробаком расположен горизонтально резонатор выхлопной системы. Такое расположение помогает в зимнее время отогреть замерзшее лобовое стекло. Перед двигателем расположен радиатор охлаждения двигателя. А перед ним комбинированные радиаторы охлаждения масла АКПП и гидравлического масла. В данной комплектации кондиционер отсутствует, поэтому конденсатора нет. Для очистки и обслуживания радиаторов необходимо выполнить всего две простые операции. Открутить два барашка решетки и извлечь ее, а также отстегнуть две защелки радиатора. И тогда появляется доступ между радиаторами. Это очень удобно при продувке радиаторов. С правой стороны двигателя расположен расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Рядом находится корпус воздушного фильтра двигателя. А еще чуть дальше помп подкачки топлива и фильтр грубой очистки топлива. Встречаются случаи, когда данная помпа выходит из строя. Мой случай тоже не исключение, я ее уже поменял. Чуть ниже генератора находится масляный фильтр двигателя и фильтр тонкой очистки топлива. Как мы видим, все находится в доступности и не морочит голову при обслуживании. На данный момент информации из-под капота достаточно. Для более подробного изучения посетите другие видео моего канала. А мы закрываем капот и направляемся в кабину. Первое, что мы чувствуем при открытии двери кабины, так это то, что дверь легко открывается. А при закрытии двери, толкнув слегка, закрывается. Все это благодаря правильной работе газовых доводчиков, установленных в верхней части двери. Еще одна, на мой взгляд, удобная деталь конструкции, это поручни, берущие начало у основания кабины и заканчивающиеся под самой крышей. Это приятно помогает при перемещении в кабину и обратно. А также наклонная ручка двери, выполненная в виде перил. Вот все-таки шведы умеют делать по-настоящему комфортные машины. Забираясь в кабину, нас встречает широкий дверной проем. И перед нами появляется рабочее место пилота данной машины. Но начнем с сиденья. Здесь установлено немецкое сиденье фирмы Grammer. Когда я узнал, сколько оно стоит, я немного подокупил. Сиденье имеет пневмоподушку с регулировкой высоты и веса машиниста. Имеет возможность перемещения вперед-назад, поворота на 180 градусов. Сиденье обладает функцией сглаживания вибраций. При переводе рычажка вперед сиденье жестко фиксируется от продольного качения. А при переводе назад позволяет сиденью производить и в то же время сглаживать продольные качения. Что в свою очередь положительно сказывается на самочувствие и утомляемость машиниста. Ремень безопасности нафиг не нужен на этих машинах. Также сиденье имеет возможность регулировки нижней подушки по наклону и вылету. Спинка сиденья также имеет возможность регулировки по наклону. В моем случае даже так. Об этом расскажу в другом видео. Подлокотники имеют удобную конструкцию, большой диапазон регулировки и приятный на ощупь материал. Сиденье оборудовано подогревом нижней подушки и спинки, а также несколькими положениями валиков. Спинки для максимально комфортной работы. Поверхность сиденья выполнена из плотного велюра. Нижняя подушка имеет вентиляцию. В верхней части спинки регулируемый подголовник, а сзади спинки пластмассовый органайзер для хранения документации. Одним словом, трон прост царский. За сиденьем расположена огромных размеров панель приборов. Между панелью и сиденьем находится удобный отсек для всяких мелочей и два подстаканника. В моем случае в одном из них установлен пепельницы. Панель приборов устроена так, что она одновременно выполняет функцию стола, имея в основании резиновое немного наклонное покрытие. На приборной панели находится множество клавиш и щитков приборов с указателями и ЖК экраном портового компьютера. На экране отображается необходимая для работы информация, а также выводятся подсказки и предупреждения. С помощью экрана и четырех кнопок ниже можно листать меню, настраивать определенные функции и считывать информацию. Экран боковой панели связан со вторым экраном передней панели, на котором также дублируется информация и предупреждение. Рядом с боковой панелью расположена консоль управления фронтальным ковшом. На консоли имеется джойстик сервоуправления фронтальной стрелой и ковшом. Управление джойстиком очень легкое и при определенном навыке плавное. Джойстик имеет множество функций. Чуть позже рассмотрим их подробнее. Справа от консоли расположен ручной тормоз, имеющий помимо очень странного внешнего вида ряд скрытых фишек. Во-первых, при помощи его ручки можно, не покидая кабины, отрегулировать натяжение ручника. Для этого всего лишь нужно вращать ручку либо по часовой стрелке, либо против. Во-вторых, ручка стояночного тормоза имеет концевит, связанный с блоком управления коробкой передач, что препятствует движению трактора при включенном стояночном тормозе. Эта функция не допустит преждевременного износа колодок ручника. Позади боковой панели расположено боковое заднее окно. Оно оборудовано двумя ручками и механизмом регулировки проветривания. Имеет хорошую обзорность, но в моем случае все задние стекла скрыты занавесками, так как я люблю работать в полумраке. Я выполнил тонировку только верхних частей стекол и с соображением безопасности и удобства. Ведь занавеску можно в любой момент отодвинуть, а вот тонировку нет. Над боковой панелью расположена стойка, где находится замок зажигания и управление микроклиматом кабины. Кнопка включения магнитола. имеется дополнительный отсек для хранения мелочей. В более богатых комплектациях кнопки управления кондиционером. В моем случае установлен микрофон системы Hans Free. Разговор по телефону не используя рук. Телефон по блютуз соединяется с магнитолой, звук собеседника выводится в динамике, а микрофон принимает мой голос. На бухты проводов не обращайте внимания, это провода камер, руки не доходят спрятать их куда-нибудь. На стойке за проводами расположена одна розетка прикуривателя, вторая расположена у основания боковой панели. Между передней панелью и консолью располагается рычаг переключения передач КПП. На данной модели он очень гремучий, поэтому я его обмотал поролоном и спрятал под кожаный чехол. Данная мера вполне справляется со своей задачей. В нижней части консоли расположен отсек с предохранителями и релюшками. Теперь переходим на переднюю панель. Передняя панель имеет крепкую конструкцию за счет толстого и крепкого пластика. Кстати, покрытие панели выполнено так неспроста. Это, во-первых, препятствует отражению солнечных лучей, во-вторых, на ней меньше заметна пыль. В передней панели установлено 9 дефлекторов, каждый из которых вращается на 360 градусов. В левой части чуть выше резервные места установок кнопок. А с правой стороны большой ящик, запирающийся на ключ, имеющий принудительную вентиляцию. Рулевая колонка в данной комплектации имеет регулировку только по наклону, но наклон просто шикарный. В сложенном состоянии появляется много места перед сидением. Складывание рулевой колонки осуществляется при помощи нажатия небольшой педальки. Руль здесь установлен полностью пластмассовый. Слева расположен рычаг управления реверсом, но лично я им никогда не пользовался. Чуть позже объясню почему. Справа от руля расположен рычаг переключения света, поворотников, дворников, омыватель и сигнал. И это все в одном. На передней панели приборов расположен второй ЖК экран, дублирующий некоторую информацию боковой панели, а также показывающий скорость передвижения эскалатор-погрузчика и предупреждением бортового компьютера. Кроме экрана на панели имеются и лампочки индикации. Ниже панели приборов расположены педали управления эскалатором-погрузчиком. Их всего три. Правый естественно газ, а две другие раздельные тормоза на каждую сторону по педали. Тормозная система внутренняя мокрого типа с авторегулировкой и независимым гидроусилителем тормозов. К слову, педали очень легкие при нажатии. Пересев с другого эскалатора-погрузчика поначалу непривычный. Чуть левее педалей тормоза расположена кнопка включения блокировки дифференциала заднего моста. Над передней панелью приборов на потолке расположены магнитолы, а в потолке по бокам имеются штатные динамики неплохого качества. А те, что спереди, я устанавливал дополнительно. Обзорность передних стекол отличная. Сверху стекла находится большой солнцезащитный козырек. Над входом в кабину расположен фонарь с двумя вариантами работы автомат и принудительный. По левой стороне от входа расположен подстаканник и небольшая полочка. Следом находится вещевой ящик запирающийся на ключ. Чуть дальше расположены дефлекторы обдуву кабины. Выше вещевого ящика заднее боковое стекло с большой удобной ручкой и механизмом проветривания. На противоположной стороне под окном находится небольшая полочка для мелочей. Кстати, все полочки и ниши в кабине этого экскаватора-погрузчика оборудованы сливными каналами, видимо, для более удобной уборки. Чуть ниже полочки установлен огромный и очень удобный сетчатый карман по размеру как раз под два термоса. В углу также имеется дефлектор обдува. Я, конечно, извиняюсь за присутствие в кадре посторонних вещей, но другого места для хранения компрессора и сумки со сменными вещами просто не нашлось. А я не люблю в чем-либо нуждаться при возникновении нештатной ситуации, поэтому все свое вожу с собой. Но даже при наличии посторонних предметов это не сказывается на удобство управления. Все умещается. По центру имеется стойка с рычагами управления экскаваторной установкой, аутриггерами, а также рукоять блокировки рычагов. Еще раз повторюсь, управление очень плавное и четкое. На правом рычаге имеется сигнал. Кстати, их тут два штатных, а в моем случае еще один дополнительный для особо непонятливых. Гофра рычагов имеет не лучшее качество. Со временем стали появляться трещины и порывы. Я пытался ремонтировать, клеить, все бесполезно. Решил установить кожаный чехол, но до него руки еще не добрались. Справа от стойки располагается педаль управления телескопом, рукояти и работой гидромолота. Заднее стекло имеет отличную обзорность за счет компактных, но в то же время крепких боковых стоек. Стекло открывается вверх по системе роликов, рычагов и газовых стоек. Для запирания и открытия по бокам стекла находятся удобные и крепкие ручки с кнопками. Я абсолютно никогда не пользуюсь открыванием заднего стекла. Просто потому, что мне это не нужно. А для общения вполне удобно пользоваться боковыми стеклами. Заднее стекло оборудовано стеклоочистителем и омывателем. Кстати, при открытии стекла специальный концевик отключает дворник. Теперь, я думаю, пришло время рассказать о функциях джойстика и клавиш панель прибора. Джойстик, кроме основных функций управления фронтальной стрелой и ковшом, имеет положение плавающего ковша, а также положение возврата к горизонтальному положению. На рукоятке джойстика имеется рычажок управления гриферным ковшом. О его скрытых функциях я расскажу в другом видео. Также имеются кнопки управления экскалатором-погрузчиком, движение вперед, назад и длительная нейтраль. Как видно на видео, данными кнопками я пользуюсь регулярно, поэтому они попросту износились. Если кто-то из зрителей знает, где можно приобрести данные кнопки, пожалуйста, отпишите в комментариях. Если же нет, придется что-то колхозить. На оборотной стороне джойстика имеются еще две кнопки. Это короткая нейтраль и пониженная передача. Чуть правее джойстика расположены клавиши блокировки джойстика и включение функции управления движением с кнопок джойстика. На панели приборов расположена кнопка дополнительного воздушного сигнала. Устанавливал сам. Кнопка управления головным светом два режима. Кнопка включения переднего рабочего освещения два режима. Справа кнопка включения заднего рабочего освещения два режима. Кнопка управления задним стеклоочистителем и омывателем два режима. На нижнем ряду тумблер отключения функции торможения передним мостом. Устанавливал сам. Клавиша включения полного привода, клавиша включения стабилизации переднего ковша при движении, клавиша включения проблескового маячка, две розетки под козырьком крыши. Две следующие кнопки рассмотрим в следующем видео, у них есть определенные функции. А дальше аварийка, блокировка задней каретки и блокировка стрелы обратной лопаты. В следующем видео рассмотрим скрытые функции экскаватора погрузчика. А на этом данный обзор заканчиваем, если вам понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь с друзьями. До новых встреч, пока!